Тот вариант, который сейчас предлагается для голосования, какие перспективы он открывает для всех, для нас, для государства, для общества, для граждан? Если говорить о ключевых каких-то моментах, то можно отметить расширение правового статуса человека-гражданина и прежде всего социально-экономических прав и свобод. Это важная такая составляющая развития нашего государства как социального государства. И второе, это демократизация политической системы, дальнейшее развитие политической системы. Это проявляется и в уточнении той системы сдержек противовеса, которая есть в действующей конституции. Совершенно иная уже властная парадигма складывается благодаря этим изменениям. Более того, именно народное представительство, расширяется возможность граждан участвовать в правильными делами государства и общества. И, пожалуй, ряд других позиций, которые направлены на защиту интересов нашего общества, сохранение традиционных ценностей, сохранение нашего государственного суверенитета. Вот, пожалуй, три-четыре позиции являются ключевыми и они характеризуют эти изменения, которые предлагаются на республиканской референции. Ну, вот, говоря о политической парадигме, ведь достаточно серьезные изменения предлагаются, во всяком случае, да, здесь усиление роли парламента, снижение роли президента, появление нового органа. Ну, как бы он и был, да, все Белорусское народное собрание, но не был как-то окончательно сформирован и прописан его статус, не были понятны полномочия. В общем-то, нас ждет, если люди проголосуют за этот вариант изменений, в общем-то, серьезная перенастройка политической системы. 27 февраля покажет, безусловно, итог. Какой будет итог? Я очень надеюсь на то, что все-таки граждане понимают, что мы должны двигаться вперед и не надо, так сказать, ту систему отношений, которая сложилась, уже дальше совершенствовать. И президент это понимает, я думаю, большинство граждан понимает, что лучше двигаться вперед, чем консервировать то, что есть. То, что парламент получает ряд дополнительных полномочий, это несомненно. Я даже приведу такой пример, как исключение из конституции права президента издавать декреты. Сейчас эта полномочия у президента уходит, больше полномочий у парламента в кадровой сфере при принятии проектов законов, при принятии законов уже. Ну и то, что выстраивается вот эта представительная власть, более эффективно, я считаю. Ведь народ осуществляет свою власть непосредственно, либо через представительные органы. И то, что сейчас усиливается вот эта веть власти, представительная веть власти, это несомненно. Я понимаю, что очень много таких сомнений, суждений относительно Всебелорусского народного собрания, насколько необходимо. Да, конечно, подход нестандартный, но он имеет право на жизнь. Мы же как раз видим, что эта представительная веть власти начинается, вот ее, так сказать, истоки, это местное самоуправление, местные советы депутатов, парламент, президент, как единоличный представительный орган, это тоже представительный орган народа, и Всебелорусское народное собрание. Причем часто оценивают вот этот институт власти, таким образом сравнивают с той практикой, которая была у нас по Всебелорусским народным собраниям, предшествующим опыту. Но это совершенно иной статус, этот орган приобретает иной статус. Я даже начну с делегатов в НС. Да, до 1200 делегатов предполагается, и тем самым расширяется вот эта социальная база представительства. Не 110 депутатов Палаты представителей и 64 Совета Республики члена, а до 1200. Значит, у каждого человека будет возможность более тесного контакта со своим представителем. И это уже совершенно иные лица, это делегаты, которые сохраняют свои полномочия в течение пяти лет. Раньше приехали, приняли решение консультативного, рекомендательного характера решения и уехали. Уже, так сказать, за эти решения отвечают президент, парламент, правительство и так далее. Сейчас это будут делегаты с такими полномочиями, еще очень серьезными полномочиями. И тем самым эти делегаты будут находиться конкретно, так сказать, в коллективе, по месту жительства. С этими делегатами граждане могут постоянно контактировать, обращаться со своими проблемами, запросами, требованиями, предложениями и так далее. То есть это совершенно иной, так сказать, уже статус у этого органа. Да, он возвышается и в какой-то мере над парламентом и даже над президентом, потому что там решаются ключевые вопросы. Это, естественно, для такого большого органа, очень важного органа, отнесения к полномочиям, к его полномочиям, решения стратегических вопросов, программ социально-экономического развития. Это очень ценно и важно, потому что как раз делегаты, они же будут приезжать со своих регионов, с каких-то, так сказать, районов, маленьких городов, больших, так сказать, крупных сельских населенных пунктов. Они же знают проблемы. И они, по идее, должны, конечно, оставить свои деньги. Ну, получается, смотрите, какая штука. Ведь вот все, о чем вы говорите, по идее, те же проблемы на местах и так далее, и так далее, должны были знать депутаты. И должны их знать, до сих пор должны знать. Значит, они где-то недорабатывают, получается, раз появился запрос на вот эту обратную связь с более широкими слоями населения. Конечно, депутаты в той мере, в какой они могут, они реализуют свои полномочия. Есть закон о статусе депутата, и у депутата есть, я говорю, в широком плане у парламентария есть право запроса, обращения, предложения. Но депутат, как таково, он представляет, ну вот представимый округ, 65 тысяч примерно населения. Конечно, это большое число, и у людей порой бывает много вопросов, проблем. Может быть, где-то и не успевают по этим причинам. Но, мне кажется, вот этот элемент демократизации, он работает на общие интересы, на всех граждан. И предполагается, уже закон, конечно, о Всебелорусском народном собрании будет конкретизировать положение Конституции. Но предполагается, что и в состав ВНС войдут парламентарии. Но помимо парламентариев, вот эта социальная база народного представительства, она расширяется. Там будут и представители гражданского общества, там будут представители и органов местного управления и самоуправления. Если о местном самоуправлении, у нас 1309 местных советов депутатов. И представители местных советов, избираемые непосредственно гражданами, по идее, будут входить и в состав ВНС. Это усиливает, подчеркиваю, вот эту социальную базу, социальное представительство и участие граждан в управлении делами государства. Ведь люди, конечно, постоянно проводить референдумы невозможно. Есть страны Западной Европы, где вообще общегосударственные референдумы не проводились. Мы практикуем проведение республиканских референдумов. Это хорошо, по наиболее важным вопросам. И в данном случае Сибиро-Русское народное собрание будет таким постоянно действующим органом. Да, созыв определенная частота предусматривается, но при необходимости эти собрания могут проходить и чаще, чем раз в год. Не менее, чем один раз в год. Но смотрите, не получится ли так? Ведь вы наверняка помните, как появились в принципе декреты и указы. Нужно было принимать быстрое решение и не было времени, скажем так, на длинную подготовку этих решений. В парламенте это было невозможно по многим причинам. Затягивался любой вопрос, особенно принятие закона, это иногда растягивалось на годы. Если нужно быстрое решение, декрет, указ, президент подписал, решение принято и начало работать. Сейчас это уходит. Не получится ли, что мы вернемся к этому времени, когда так или иначе жизнь будет требовать быстрых решений иногда? Не получится ли так, что мы где-то затормозим в этом плане? Вы знаете, ведь мы и нормы, и конституционные нормы, и нормы вообще права можем оценивать с точки зрения того или иного времени, периода. Одно дело 1996 год, 1996 год или 1994 год, когда принимали конституцию 15 марта. Ведь у нас еще, как иногда говорят юристы, законодательная база еще не была создана. Да, появилась конституция, добротная, части прав, свобод и обязанностей граждан, личность, общество, государство. Вот этот раздел очень основы конституционного строя. Но как такового нашего национального законодательства еще в том объеме, в котором, по крайней мере, необходимо было для государства и общества, еще не было. Мы даже определенный период пользовались актами СССР, если они не противоречили актам белорусского законодательства. То есть наше законодательство позволяло это делать. Но Юры-то жили по конституции 78-го года, пока не приняли в 94-м. Это да. Но я даже говорю, после 94-го года еще были примеры, когда мы могли пользоваться более продвинутыми, так можно сказать, актами Союза СССР, которые были приняты на излете уже СССР. Но сейчас создана необходимая законодательная база. У нас более трех тысяч законов за это время принято. То есть уже нет необходимости в такой спешке. Это вот первое. Второе, что прямо в пожарном порядке надо принимать закон. То есть более-менее уже общественные отношения на уровне законов урегулированы. Второе, это то, что можно отметить, парламент по тексту изменений и дополнений к конституции будет работать уже практически круглый год. Десять месяцев. Ранее полгода по прежней редакции, суммарно если там сложить, это где-то полгода. То есть парламент превращается в постоянно действующий орган. Естественно, это заседание, это и работа в комиссиях и так далее. Но и уже есть навыки подготовки проектов законодательных актов. Юристы все время говорят о прогнозировании последствий принятия нормативного правового акта, о прогнозировании необходимости правовой регламентации и так далее. То есть уже есть определенные навыки. Уже есть у нас замечательный центр, национальный центр законодательных правовых исследований. есть другие структуры, которые занимаются законотворчеством и целым нормотворчеством, но уже определенный опыт есть, поэтому, наверное, и ушла эта необходимость в декретах. И вот учитывая вот эти новеллы, эту новую систему, уже выстраивание новой системы сдержек и противовесов в сторону ее демократизации, в сторону расширения как раз прав граждан по управлению делами государства, ну, такая необходимость отпадает. — Наверняка ведь студенты ваши задают вопросы, Григорий Алексеевич, что происходит, как нам к этому относиться, да? Ну и вы, как преподаватель, в том числе, должны им объяснять, как это доступно. Домашним своим, как объяснять вот суть происходящих сейчас изменений? — Да, мы со студентами эти вопросы обсуждаем. Для меня понятно, что это движение вперед, это движение в лучшую сторону, это развитие демократии, как говорят. По сути, это укрепление народовластия. Вот то, что предлагается, это укрепление народовластия, власти народа. И тоже ВНС, или Всебелорусское народное собрание, это высший представительный орган народовластия. Поэтому, конечно, состретающегося только на ВНС нельзя. Там другие, так сказать, очень важные такие новеллы, которые настроены на создание лучших условий жизни, работы. — Да, очень большие разделы посвящены семье, посвящены трудовым отношениям, безусловно. И там действительно много, ну, как на мой взгляд, позитивных дополнений, изменений предложенных. — Учитываются все реалии, и нашей динамичной жизни, и менталитета, и то, что мы за то, чтобы сохранялись именно те ценности традиционные, которые присущи нашему обществу. И учитываются, так сказать, вопросы обеспечения нашего суверенитета, и независимости, организации власти. То есть, в принципе, если оценивать, это документ, который работает на будущее нашей республики. — Ну вот для тех людей, которые, вот 27-го, основной день голосования, для тех людей, которые, ну, еще думают, как проголосовать, за или против, что бы вы им сказали? — Вы знаете, очень хорошо сказал и глава государства. Варианты два. Два варианта. Либо мы движемся вперед и развиваем демократию, укрепляем право государства, социальное. Либо остается то, что есть, с той достаточно, да, сильной, так сказать, президентской властью, с теми отношениями, которые сейчас есть. — То есть, я к тому, что если останется старый вариант Конституции, вообще-то большой беды тут не произойдет? — Ну, большой беды, конечно, не произойдет, но хотелось, наверное, многим изменений. Вот предложены эти изменения. Если в них читаться, то это очень позитивно, очень хорошее изменение. Сам документ, конечно, выглядит, я имею в виду Конституцию, уже в предлагаемой редакции, значительно лучше, интереснее и полезнее. Возьмите даже позицию, которая касается расширения гарантий на конституционном уровне, гарантий для инвалидов и пожилых людей. Редко где в Конституциях уделяют внимание этой категории граждан. У нас несколько сот тысяч граждан, которые являются инвалидами. Процент в отношении мы выглядим вполне сопоставимым другими странами, даже западной демократии. Но если взять еще и членов семей, то это огромное число, в отношении которых государство взяло на себя обязательство проявлять дополнительную заботу. Пожилые люди тоже, так сказать, это категория, с которыми надо заниматься и на уровне местной власти, с тем, чтобы человек ушел на пенсию, он не был покинут, только семья заботилась, чтобы и досуг был организован, другие вещи. Понятно, что материальное обеспечение, пенсионное обеспечение, но это все зависит от материальных моментов, от наших ресурсов, которые есть в государстве. Поэтому ряд других позиций касается молодежи. Ведь мы говорили об институтах, о том, что представители гражданского общества будут входить в состав Всебелорусского народного собрания. Безусловно, очень важно, чтобы входили именно ответственные представители гражданского общества. Я в этой связи вспоминаю участие в работе Верховного Совета, тогда еще БССР, потом Республики Беларусь, это 90-95 год. Благодаря ветеранам, это были представители, 50 представителей было общественных объединений, благодаря им молодежь имеет право, имеет юридическую возможность учиться и бесплатно. Да, в сочетании платное и бесплатное. Бесплатное образование за счет бюджета, но предполагали ведь только платное образование. И благодаря именно вот этим людям как раз молодежь имеет такую возможность. То есть бесплатное медицинское лечение тоже ведь радикально предлагалось. Давайте так, но разумные люди, вот такой подход взвешен, обеспечил именно хорошее, я думаю, развитие нашей страны, исходя из тех ресурсов, которые есть у нее, как социального государства. Да, безусловно, можно критиковать за какие-то подходы, вещи и так далее. Но все-таки давайте мы будем основываться на новой редакции Конституции и руководствоваться ею, и уже думать, как эти положения конституционные наполнить вот таким жизненным, реальным содержанием. Это и через законы, это и через конструктивное объемы работы. Огромное, конечно. По разным оценкам, больше от 80 до 100 законов новых нужно будет принять. По крайней мере, базовые законы, которые упоминаются в тексте Конституции, конечно, над ними работа должна быть серьезная, основательная. С тем, чтобы приняли закон, уже, так сказать, выстраивается вся модель вот этих отношений. И это и статус тех же делегатов. Я считаю, что этот статус должен быть, ну, как решить законодательный, конечно, но мне кажется, этот статус должен быть еще даже основательнее, чем статус парламентария. С точки зрения взаимодействия с гражданами, влияние их на общественную жизнь, где они живут и так далее. Вы уникальный человек, ну, на мой взгляд. С точки зрения конституционного права, развития его, построения конституционных норм и правил, в свое время стояли у истоков, понятно, что не один, с группой товарищей, как говорится, у истоков первой конституции 1994 года. Долгое время были председателем конституционного суда, то есть следили за исполнением конституции в нашей стране. Сейчас работали над поправками и изменениями в новый вариант конституции, за который мы уже голосуем, идет в досрочное голосование 27-го основного дня. Добрый день, напоминаю всем. Мне просто интересно, какие вы эмоции испытываете, как человек, для которого конституция – это и предмет такого ежедневного, можно сказать, профессионального интереса, но и дело жизни, по сути. Когда вот сейчас происходит референдум, и люди, в общем-то, определяются, такой быть конституцией или такой. Эмоции, конечно, что называется, определенные есть, но я исхожу из того, что это лучшее решение, чем оставить то, что возникло, и возникло оно по объективным причинам. Время идет дальше, и хорошо, я считаю, что конституция базовая остается 15 марта 24-го года. Эта конституция тоже характеризует динамику нашей страны, но конституция – это паспорт государства. И мы, даже люди, со временем, оставаясь личностями, со временем меняют фотографии. Конституция является таким же документом, очень важным. Продолжение следует...